Привет всем, спасибо, что вы с нами на нашем канале. Заслуженный артист России Сергей Селин ответил коллеге Алексею Панину на резкие высказывания в его адрес. Ранее Панин записал видео, в котором заявил, что в России он не будет жить даже при лучшей демократии в мире. Он не хочет возвращаться в страну только из-за россиян, потому что у них мышление, как у Клима Чугункина, а с Шариковыми он жить не хочет. Оскорбив всех россиян, Панин на этом не успокоился и обратился к Селину. Сережа, ты не актер, но что-то вякаешь в адрес Галкина Смольянинова. Вы, патриоты, грязь из-под ногтей. Из Калагривова сделали тоже какого-то, возвели его в ранг святоши какого-то. Выпалил Панин в видеообращении. Панин также заявил, что им восхищались и Владимир Этуш и Вячеслав Шалевич. Поэтому никому неизвестные в России Сухоруков, Селин и Калагривый должны ему ноги целовать. Сережа, ну ты же не актер, ты как Виктор Сухоруков сидел без работы, лил помои Панин на Селина. Также Панин сказал, что и все остальные менты из сериала «Улицы разбитых фонарей». Александр Лыков, Александр Половцев, Алексей Нилов. Сами никто и состоялись только благодаря какой-то продюсерше, имени которой, естественно, Панин не помнил. В итоге Селин ответил на обвинение и оскорбление Панина. Я хочу сказать, Леша, Лешенька, ты просто приди в себя и все. И не говори плохо про страну, в которой ты жил. А я сейчас здесь живу. Здесь живут мои дети, мои друзья. И нас таких много-много миллионов. На вопрос, почему, по его мнению, Панин перешел на прямое оскорбление, Сергей ответил, не исключено, что единожды солгав, уже не остановиться. Знаете, бывает такое, занесло. И дальше уже ты упрямо начинаешь просто валять дурака. Как бы на красную тряпку, на все бросаешься. И тебе уже стыдно остановиться. Леша, тебе уже наверняка говорят, не я первый. Хватит, успокоиться надо. Не то, что переосмыслить сделанное. Твой ум и настроение, они останутся при тебе. Просто все это не делает тебе чести. Серьезно. Любому, кто это делает, не обязательно тебе, Лешенька, конкретно. А вообще людям, которые так поносят свою страну. И многие, позволявшие себе такое, по-моему, уже молчат сейчас, высказался Селин. По словам Селина, если бы ему довелось каким-то образом встретиться с беглым, с Мальяниновым, ну или Панином, вместо слов с его стороны был бы только один аргумент. Кулак. Потому что с некоторыми людьми нормальный человеческий диалог невозможен. И только мужской разговор в виде драки может остановить такого упертого барана, как Смальянинов и таких, как он. Наступил момент, когда заткнуть может только кулак. Он уже сам не понимает, что говорит, и аргументы им не воспринимаются. И чужое мнение, отличное от своего, он не слышит. Я знаю, как надо. Говорят подобные ему люди. И ты ему тысячу доводов и примеров приведи, он будет стоять на своем, как баран упрямый. Астапа понесло. Это в характере Артурчика несет его и таких, как он. Что с вами сейчас? Позор. Высказался Селин. Относительно поспешного отъезда Пугачева и других звездунов из России, Селин сказал, что сам он никогда в жизни не думал об эмиграции, а уж тем более о побеге в сложный для страны момент. И процитировал строчки поэта Игоря Шоферана из любимой песни «Гляжу в озера синие». Не знаю счастья большего, чем жить одной судьбой. Грустить с тобой, земля моя, и праздновать с тобой. По мнению Селина, некоторые известные личности не выдержали первого же испытания, когда началось СВО. Когда все было хорошо, говорит актер, они были здесь. А вот грустить с тобой, земля моя, оказались не готовы и свалили из страны в сложный период.